Пока глина свежая, она все хорошо держит. Лежит груша, нельзя скушать. Такая же беда и с малиной, и с мандаринами, и даже с яблоками. В этой творческой мастерской еда предназначена не для утоления голода, а для красоты. Клавдия создает шедевры из полимерной глины уже более двух лет. Говорит, материал похож на пластилин, только заморочек чуть больше. Например, перед работой место необходимо идеально вычистить и надеть перчатки. Это избавит будущее произведения от отпечатков пальцев. Я считаю, что когда остаются отпечатки, это не признак ручной работы, а признак неаккуратности. Затем разминаешь глину в руках, смешиваешь нужные цвета, лепишь форму и запекаешь в духовке. Полимерная глина – удивительный инструмент для творчества. В руках мастера она может имитировать кожу, дерево, металл и даже настоящие лепестки розы. Главное – терпение, усердие и правильные инструменты. Ну а видов глины на рынке сегодня бесчисленное множество. Есть и прозрачные, и блестящие, и даже светящиеся в темноте. Это итальянская глина, есть германская глина, фима. Сегодня мастерица работает над ободком с зелеными розами. Заранее приготовленные лепестки собираются в бутоны, приклеиваясь, как на живом цветке, по одному и внахлёст. Затем прикрепляются к металлической основе. Ну, допустим, чуть-чуть примять, чтобы был не такой размашистый, и вот сюда впихнуть. Чаще всего Клавдия делает ухрошения. Говорит, с любимым жанром исполнения ещё не определилась. Нравится имитировать фрукты, цветы и даже вязку. В скором времени появятся и маленькие фигурки героев современных фильмов. В её коллекции больше ста работ. Однако большинство из них уже находятся у своих счастливых обладателей или собираются в дорогу. Вот эти яркие обезьяны вскоре отправятся в Москву. И тем не менее, Клавдии трудно продавать свои работы. Ведь чтобы такой черничный ободок обрёл хозяина, его нужно, во-первых, красиво сфотографировать, а во-вторых, назначить цену. А это для скромной девушки большое испытание. Ну, просто самое сложное для меня – это устанавливать цены. Прям очень-очень сложно. То есть, я слепила, первый раз помучилась, второй раз у меня это уже проще, в третий раз вообще всё нормально идёт. И я уже считаю, ну, это легко. Ну, что за это деньги-то брать? Но на самом деле глина очень-очень дорогая. И все столы, материалы, инструменты – это всё дорого. Плюс ещё хочется и кушать, и иногда ещё и по ночам лепишь. Клавдия – это творческий псевдоним, под которым рукодельница выкладывает фотографии своих работ в социальных сетях и общается с другими мастерами. Между рукодельниками разных стран давно уже налаженная сеть. Дерятся опытом, устраивают конкурсы, шлют друг другу подарки. Сейчас Клавдия ждёт посылку с часовыми механизмами. В ближайшем будущем в копилке появятся работы в стиле стимпанк. Меня всё уговаривают, чтобы я отдала своё имя, свой адрес, чтобы мне открытку прислали из Японии. А так как я леплю, как Клавдия Фиарова, и там меня все знают, как Клавдия, я не хочу говорить, что я просто Наташа, ну чё вы. На самом деле очень много лепящих Наташи. Мама ругалась, я тебя Наташей назвала, почему Клавдия? Нет, знаешь, вот лепят, вот они все Наташи. Нет, Клавдии мало. Несмотря на то, что украшения ручной работы с каждым годом всё больше растут в цене, увлечение полимерной глиной и мероприятие весьма затратное. На инструменты и материалы у Клавдии за два года ушло около 270 тысяч тенге, а купилось всего около 60. Но мастерица считает, что это отличный результат. Ведь главная цель – не коммерция, а творчество. Светлана Лебедева, Сергей Баданин, Новости Тимиртал.